В обзоре принтера LEGO Mars 5 Ultra я писал, что тестировал ABS-like смолу от данного производителя и она очень мне понравилась. Как понятно из названия, по физическим свойствам она должна напоминать ABS-филамент, но на практике даже превосходит его. Детали лучше держат изгиб и удары, нет расслоения от нагрузок, также они выдерживают более высокую температуру. Полное тестирование под катом, поставляется в картонной коробке, на которой есть вся необходимая информация о производителя и характеристиках смолы. На боковой грани указан цвет состава, внутри бутылка из непрозрачного пластика дополнительно упакована в герметичный пакет на случай протечки. Сзади имеются углубления для более удобного удержания, по какой-то причине нигде не указаны рекомендуемые параметры печати. Но на странице продукта есть подробная таблица под все распространенные модели принтеров и цвета. Также на официальном сайте есть ссылка с полным списком под все смолы. Тестирование смола по консистенции напоминает классическую, запах не сильно выражен и какой-то сладковатый, но приятным его не назовешь. Напоминает состав для наращивания ногтей. Для начала посмотрим на точность. Для этого распечатал тестовый кубик со столбиками до 50 микрон на вершине. В сравнении с 10 копеек смолой, слева, самые мелкие части сформировались не полностью. А судя по закрытым отверстиям на боковой грани, засветку основных слоев нужно еще немного уменьшить, что уберет еще несколько рядов верхней гребенки. Еще одна небольшая тестовая модель с кучей элементов разного размера под разными углами. Придраться вроде особо ни к чему. Мелкие длинные волоски отпечатались нормально, но завернулись от спирта при промывке. Также видно, что не до конца сформировалась гребенка на крыше, ведь тут последние столбики еще меньше, чем у кубика. Но нам никто не обещал высокую степень детализации, а лишены физические свойства изготовленных моделей, а именно увеличение прочности. Те, у кого есть опыт печати классической смолой, знают, насколько хрупкие получаются элементы. При падении на твердую поверхность гарантированно отламываются мелкие и с большой вероятностью лопаются, либо скалываются крупные. Я обычно сравниваю стандартные составы с эпоксидкой. В читубокс появились стандартные тестовые модели, так что каждый может закинуть пластину и сравнить результат с моим. После промывки и до засветки, пластину толщиной 1.6 мм удалось согнуть дважды под углом свыше 90 градусов, после чего она лопнула. Но я обычно мучаю собственную модель толщиной 3 мм и при данном значении критичный угол стал меньше, но и сил для разрушения пластины пришлось приложить ощутимо больше. Края слегка деформировались, торцы получились чистыми, без расслоения и растрескивания, осколков также не разлеталось. Вот, для сравнения поведения аналогичной модели из предыдущего обзора 10 копеек смолы. На гифке не видно, но центральная часть разлетелась на несколько кусков. Детали из ABS Like явно получаются более гибкими. Судя по результатам теста, сверление стенки выдержит легко, так что не стал тратить на это время и вкрутил шуруп. Материал не раскрошило, при выкручивании было сопротивление. Но я бы не рисковал и все же предварительно рассверливал, варварством занимаюсь только из любопытства. Тестовые модели это хорошо, но давайте напечатаем песика и помучаем его. Часть элементов заполнены, часть пустотелая, так что не придется делать несколько образцов. Большое по площади основание без проблем отделилось от платформы. С учетом наличия полостей, после промывки спирт загрязнился меньше, чем я ожидал. На солнце остатки выпадают в осадок и состав становится практически прозрачным. Бесконечно можно смотреть на три вещи, как горит огонь, как течет вода, и как отделяются поддержки из ABS лайк смолы. Недозасвеченная модель очень эластичная, как бы я ни гнул хвост, он не отрывался. А вот спустя 20 минут в камере, детали больше сопротивляются физическому воздействию и в итоге ломаются. Вот такой песик получился. Детализация хорошая, все на своих местах. Давайте это исправим как следуя, пошвыряв об асфальт. На самом деле я начал с малого и уронил на ламинат с метровой высоты, затем кинул с силой и только потом пошел на улицу. Поворачивал со всех сторон, чтобы нагрузка приходилась на различные зоны. После пары десятка падений ему только уши поотрывало. Думал, что и лапы точно отломает, когда бросал на них. Но модель только дальше отлетала. Морды со 100% заполнением не потрескались, только нос исчисало. В итоге на данный момент это самый интересный аналог ABS из тех, что я тестировал. Первая версия Элева по характеристикам была похожа на Эрион, обзор который я писал, но она хоть и была более эластичной, не очень хорошо держала ударные нагрузки, трескаясь и разлетаясь на куски. Формула 2.0 в этом шагнула далеко вперед и обогнав материал, к физическим свойствам которого стремилась. Плюс в зависимости от толщины слоя может быть очень эластичной, но по мере увеличения размера, начинает сопротивляться изгибу все больше. Плюс прочность намного выше, чем при фиде печати ABS. Межслойная адгезия во время фотополимерной печати всегда была выше, но по этой же причине детали получались хрупкие. Раньше я прогревал заготовки для снятия поверхностного натяжения, но после открытия ABS, нейлон-like смол, в этом отпала нужда. Плюс детали из фотополимерной смолы лучше держат высокие температуры. Да, они растрескиваются, но это происходит в момент, когда стандартный ABS уже начинает изображать терминатора из жидкого металла. У меня не было много времени проверить насколько изменятся физические качества образцов при частом воздействии УФ-лучей, но за неделю на солнышке сломанные пластины чувствуют себя нормально, сохраняя эластичность, поверхность паутинкой не покрывается. Да и все равно большинству будет красить поверхность в цвет интерьера, если она находится на виду, что даст дополнительную защиту. Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра равно. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.